Мясо Я Алексей Егоров, такой же покупатель, как и вы У меня тоже есть дети, я хожу в магазины и меня тоже пытаются обмануть Но после моих программ меня часто спрашивают, а что выбираешь ты сам? Неужели выхода нет? В своем новом проекте я докажу, выход есть Я научу вас выбирать то, что не побоюсь давать своим детям Эта съемка стала легендарной, но когда еще с проверкой по магазинам Пойдут лично чиновники такого рака Главный санитарный врач страны Глава Росрыболовства Одинаковые упаковки абсолютно Эти два образца чиновники купили в магазине, теперь их проверят в лаборатории Но им и так понятно, где тут обман На них эти кем, как написано Ну скажем, филея трески бескоро-порционная Даляй, на других эти кем, как написано Филея ментая уже написано Да, филея ментая И побили, что китайский товар выдают за российский И еще и саму рыбу подделывают Легким движением руки раздельщика Ментай превращается в треску Из макроруса выйдет первосортный палтус Экзотическую натотению выдадут за судака Впрочем, купить дешевую рыбу, заплатив за дорогую, это, конечно, обидно Но для здоровья не вредно А ведь рыбные филе еще и накачивают химией Когда мы делали программу «Цены. История всероссийского обмана» Это стало настоящим открытием расследования Вы никогда не задумывались о том, что рыбу можно покрасить? Как работает эта технология, мы вам сейчас покажем У нас есть кусок рыбы натотения Обычно ее вылавливают в Чили И у нас в России продают под видом судака Но сейчас натотение мы придадим оттенок для восточного лосося Это реально? Да, это вполне реально Ибо арсенал красителей на современном российском рынке Особенно импортного производства Он просто безграничен Технологию рыбной подкраски раскрывает профессиональный технолог На его заводе рыбу не красят Но по долгу службы этот человек с процессом знаком Это краситель, который так и называется Краситель под лосось Но я должен сказать, что... Чем запахнет? Можно понять? Да нет, практически без запаха Единственное, что порошок обладает неким аллергенным действием Когда распыляется воздух Поэтому не советую... А здесь так и написано Краситель под лосось Это древний фотошоп Вполне себе легальная присадка И так просто добавь воды Тут самое главное не испачкать руки Потому что отмывается вот этот порошок очень тяжело Хорошенько перемешай и переходи к покраске Раз, два, три Нанимаем Уже легкий... Оранжевый оттенок Считаем еще до 10 Оттенок уже сильнее, да Собушка Для чего все это делается? Вроде понятно Допустим, сделать из бледно-розовой дальневосточной хиты Допустим, форель или сенгу И продать ее в виде нарезки Но это два конца минимум Впрочем, часто рыбу красят и вполне легально Добавить красненького можно даже живой рыбе Норвегия Знаменитые на весь мир рыбные фермы Здесь рыбе придают нужный оттенок еще при жизни Специальными кормовыми добавками Не то чтобы такая уж химия Но лишний раз говорить об этом производители не любят А вот поставщики кормов запросто Обычно мы знаем, сколько закладывать красителей Знаем, какого цвета должна быть рыба Наши красители Это, конечно, не морковка и не свекла Это вещество называется астотактин Если брать вот здесь спектр, то дикая рыба В левом от меня спектре, да А искусственная вправо Но я повторюсь Она может быть любого цвета искусственной рыбы Закажите А я вам сделаю цвет нерки Хотите Итак, в 21 веке освоено множество технологий Угодить потребителю Скажем, вы не любите вынимать мелкие кости из селедки Пожалуйста, кости на заводе растворят кислотой Эта косточка просто растворилась А еще рыбу накачивают фосфатами На вкус она становится более нежной Но если фосфатов слишком много, вкус уже не имеет значения Зато из килограмма филе выходит два Подобное происходит и с икрой Конечно, из заморской баклажаны черную осетровую пока не делают Но стремятся Некоторые мельцы под осетровую красят щучью Чтобы подтвердить декларированный вид данной икры Нам нужно выделить смертную рыбу В лаборатории популяционной биологии генетики способны определить происхождение икры Здесь собраны все виды осетров К компьютеру Мы посмотрим и всегда найдем среди 10 тысяч образцов тот, который нам нужен Если данные рыб мамы и папы совпадают с данными ребенка Покупателю волноваться не надо Надо брать Эта икра из законопослушного хозяйства Только кто же понесет бесценную икру на проверку Желающих не найти Вот и придумывают продавцы разные хитрости Например, ведут борьбу со временем за свежесть В гостовскую икру добавляют опасный консервант Е239 Уротропин В кислой нейтральной среде он разлагается И образует формальдегид Формалин выступает в роли фиксатора для сохранения цвета красного То самый формалин, он же формальдегид Патологоанатомы используют для мумификации трупов По сути дела это яд Вызывает опухолью процесс Итак, подведем итоги Икру красят Под видом свежей икры продают протухшую А под видом осетровой впаривают щучью Как отличить ядовитую икру от полезной? На помощь в программе снова приходит глава Росраболовства Андрей Крайний Кто лучше всех разбирается в икре как министр рыбной промышленности? Правда, сейчас такой должности нет Но главный рыбак в стране есть Глава Федерального агентства по рыболовству Вот его парадный мундир А вот он и сам Андрей Анатольевич Крайний Добрый день Андрей Анатольевич, хочу познакомить вас со своими детьми Это наши прекрасные соведущие Дети, назовитесь, кто вы? Идите сюда, идите к нам Илья Привет, Илья Софья, давай к нам Не каждый день пригодится за руку с министром Привет, привет Что вы сейчас делаете? Самую полезную, самую вкусную икру Называется она пятиминутка Для этого нужна свежая икра Любой рыбы Нужен тузлук Это такой соляной раствор Это вода с солью Соль это, естественно, консервант И вот больше ничего не нужно В течение пяти минут действительно она в этом тузлоке варится Эта икра засаливается, точнее говоря То есть варится это в кавычках Варится в кавычках Нет, нет, нет Андрей Анатольевич, я только хочу подчеркнуть для наших зрителей Это может быть и щучья икра Любая Любая Ой, вы ментая Любая икра Сиговых рыб Трески Лосось Она вся готовится по одному принципу Это у нас уже все в тузлуке Она приготовилась Все облицелилось Пять минут Мы засекли Смотри как Давайте попробуем сделать Так вот отжимаем Да, опускаем вот сюда Андрей Анатольевич, я так понимаю, что наша игра пятиминуточку готова Готова Да, пожалуйста, пробуйте Как вы думаете, можно ее дать детям? Абсолютно спокойно Не хочет Знаете, почему ребенок не хочет? Потому что ребенок не знает ее цены и ценности А сейчас в студии У нас есть человек, который знает и ценность, и цену всякой икре Более того, человек, побывавший на всяческих закрытых и открытых банкетах На правительственных приемах он ел икру Чемпион мира по боксу Константин Дзюк Кость, вы в икре разбираетесь? Ну, в общем-то стараюсь Сейчас мы проверим, как вы разбираетесь Давайте подойдем к нашему волшебному холодильнику Тянем, потянем Два Так, у меня к вам задача простая Та, перед которой оказывается любой покупатель на рынке Выберите отсюда самую хорошую Или две самых хороших Или три самых хороших Не пробуя Просто очень сложный А меньше нельзя было, да, поставить? Давайте попробуем понять Здесь какая-то есть действительно хорошая Есть какая-то очень хорошая Есть дорогая А есть, откровенно говоря, протухшая Которую пытаются выдать за хорошую Более того, есть искусственная икра Андрей Анатольевич, помогите Значит, Кость, любая икра, где есть вода Это... Слова, да? Вода, вот видишь, вода Она должна плотно лежать, да? Но не сухой массой С которыми зерночки должны быть зерночки Да, она и должна болтаться, да? Вот это, скорее всего Вот эта вот икра, скорее всего, искусственная На мой взгляд, она искусственная О, что написано? Искусственная Я... Андрей Анатольевич, а по какому признаку вы поняли, что Вот эта икра искусственная Ну, во-первых, во-первых, масса Видите, как она плотная, да? Икринки должны лежать отдельно Во-вторых, очень много воды Да, вот видите, она болтается Ага Вот эта икра, она была переморожена, потом восстановлена Там, с помощью подсолнечного масла, с помощью чего-то Как правило, она раскатывается на Сахалине, на Камчатке Там, в Приморском крае, в Хабаровском крае, в Магадане А когда ее делают в Москве, ее везут мороженое Разбодяживаю, это я не подберу другого слова Так, смотрим Вам, как ведущему Угадал? Не угадал? Почти угадали Написано порченая Ну, она восстановленная, икра Такой коричневатый оттенок, это признак... Конечно, она должна быть разного цвета, конечно, красного цвета, разных оттенков Пробуем, пробуем или так на глазах? Потому что надо пробовать Правильно, правильно, абсолютно То есть, Андрей Анатольевич, по крайней мере, по виду покажите Вот самую такую... Воды не должно быть, понимаете? Вот посмотрите, да? Вот не должно быть такого, понимаете, да? Вот такого не должно быть Вот она, вода Итак, у нас Андрей Анатольевич демонстрирует свои знания в икре А интересно, чем питается он сам И у нас, Константин, была возможность заглянуть в министерский холодильник Андрея Крайнего Печень ментая, морская капуста, муксун Кто бы сомневался, что у главного рыбака страны и в холодильнике все рыбное Андрей крайне уверяет Обитатели рек и морей у него на завтрак, обед, а иногда и ужин И в этом он впереди России всей Я думаю, что если в России едят примерно 20 килограмм рыбы в год на человека Я, наверное, съедаю на килограмм 35 рыб Ну это? За счет мяса Как говорит наш замечательный коллега Геннадий Григорьевич Онищенко После 45 лет надо переходить на рыбу, не есть мясо совсем Потому что тяжело усваивается белок Лучшее мясо – это рыба, считает Андрей Крайний Оттого нет в его холодильнике ни колбасы Не считаешь тут полезу Ни тушенки Тушенку я наелся в армии Мясопродукт скучный, никакого разнообразия Ну что мясо? Тлятина, говядина, баранье и все Другое дело рыба Тысячи видов, миллион комбинаций Чем рыба проще, тем она вкуснее Ну как проще? Мойва, навага, корюшка Среди хвостов и плавников скромно притаился творог Так, для разнообразия Минералка, иногда бывает и водочка В холодильнике находится селедка И там можно себе позволить рюмку водки Холодную, но не переохлажденной водки Но водочка дома А в этом министерском холодильнике беленькой нет Зато есть интересующая нас икра Удивительно, но она в морозилке Она должна храниться здесь, потому что если вы посмотрите на все баночки Будут написаны условия хранения 5-8 градусов мороза Должна храниться икра И действительно, посмотрите на любую баночку Хранение только при минусовой температуре Так хранят не только красную, но и белую икорку В России до примерно 17 века белая икра То есть икра сиговых рыбок, икра щуки, трески, палтуса, так называемая белая икра Она оценивается гораздо выше, чем черная икра Потому черной икры здесь нет Икра палтуса, трески, щуки, пожалуйста Зато есть осетр, живой, как успокоительный Так сегодня на самом деле еще ничего не ели? Нет А как так? На чем держитесь? Да хватает внутренней энергии Созерционеры? Созерционеры, да Не голодным взглядом? Нет, нет, нет Дегустация на миллион Солистка Виагры и самая дорогая икра в мире Почему плакат «Жизнь удалась» стал символом оки И сколько икры требуется для его создания Как подоить морского ежа И может ли ментай спасти от радиации Почему настоящий еврей выберет красную, а не черную Опасная икра Выход есть Смотрите через несколько минут Теперь, внимание, смертельный номер Такого, я уверен, вы еще не видели Министр сейчас будет доить осетра Константин, доик осетра Леш, во-первых, значит, три поправки Первое, не доить осеживать икру Второе, это действительно рыба семейства осетровых Называется она стерлядь Самый мелкий осетр И который быстрее всех растет И быстрее всех дает икру И третье, я просто покажу Как это делается Я не буду доить ее Загонять будем Но без помощи Константина, конечно, мне не обойти Потому что надо ее загонять ко мне Вообще надо брать перчатку Для того, чтобы рыба не выскальзывала из рук Она, думаешь, будет отсюда пугаться? Она будет пугаться отсюда Значит, делается вот так Делается, опа Делается на... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ну, каждая рыба, да, воюет Каждое живое существо воюет за существование Значит, делается надрез в области яичников И потом, как чулок Как чулок, да, вот так вот Вот так это выдавливается Я ее отпущу, потому что На самом деле для рыбы это серьезное потрясение нервное Хочу вам сказать, что, допустим... А для чего это нужно? Для чего нужно... Доить Доить? Ну, раньше это было чистое варварство Осетра убивали ради икры Сегодня можно самку доить несколько раз за период ее жизни Да, это тоже стресс, но она живет после этого Она продолжает давать икру И таким образом, гораздо более такой щадящий способ Делают же осетра мыши и кесарево сечения Конечно, конечно, конечно И вы знаете, вообще это целая история Можно читать целые лекции про вот эту вот рыбу Это рыба мелового периода Она появилась на земле 65 миллионов лет назад Эта рыба жила вместе с пиодактилями и динозаврами Вот мы с вами говорим про аквакультурную икру Мы говорим о том, что мы запретили промысел осетровых Это такие небольшие попытки сохранить Эту скопаемую рыбу Сколько кесаревых сечений один осетр может пережить за свою жизнь? За свою жизнь? Ну, вы знаете, учитывая, что мы этим занимаемся не так давно Там последние 15-20 лет Ну, ученые говорят, по опыту 5-6 Но осетр ведь живет достаточно долго Скурили, икру выпустили, зашили и опять выпустили Удобно Удобно, главное, что рыбу не надо убивать для этого И, кстати сказать, при разведении осетровых Значение имеют только самки Самцы, по большому счету, господа Как бы вам не было это грустно Расходимся Никому не нужны На этой положительной ноте Можно расходиться Как мясо Как мясо, да Как всегда Напоминаю, тема нашей программы икра, не мясо Поэтому только женщины Поэтому как всегда Как всегда Медведи, шапки-ушанки, водка и блины с икрой Иностранцы уверены, это и есть Россия У нас без лососевый или осетровый не обходится ни один праздничный стол А европейцы в средние века считали черную икру ядовитой и сливали в выгребную яму А многие страны и по сей день обходятся без икры Например, в Израиле не едят черную по религиозным убеждениям В Торе написано, что рыба является кошерной, если она имеет чешуи и половники У некошерного осетра и икра некошерная Тут явно это, скажем, тип некошерной рыбы Вместо чешуи у этой рыбы полосы костных пластинок Поэтому правоверным иудеям есть осетровых нельзя, а разводить можно Чтобы добро не пропадало, Израиль поставляет черную икру в Америку, Европу и даже в рыбные державы, Россию и Японию Для себя иудеи закупают лососевых Кстати, именно еврейские торговцы когда-то наладили в России промышленный выпуск красной икры Так кошерная еврейская икра лососевых стала любимой российской Нашу родную черную в Иране называют икрой персидского осетра Иран – единственная страна на Каспии, кому ООН разрешила добычу осетровых И единственная, где действует госмонополия Если нарушишь – смертная казнь В Японии за икру не убивают Остров Хоккайдо – знаменитый на весь мир рыбный рынок Здесь импортная икра – дорогое удовольствие Экономные японцы предпочитают массовый продукт собственного производства Минтайко – икра минтая Дешево и сердито, зато полезно В эпоху жесткого дефицита икра минтая заполнила полки магазинов СССР С тех пор в нашем сознании она считается второсортной Подать на стол икру минтая – значит обидеть гостей Японцы с этим не согласны Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть Икра с хлебом, да еще с маслом – это чисто русская традиция Хоть бы хлеба доставлен Так же как с водкой И действительно это правильное сочетание 40-градусная не заглушает вкус икры А вот французы едят икру с шампанским И не только рыбью Песк моды для гурманов – улиточная икра с пикантным припусом почвы Мы создаем для них тепличные условия У нас улитка не впадает в спячку, она постоянно двигается, ест На французской ферме в тепличных условиях улитка взрослеет быстрее и плодоносит чаще У меня сейчас на ферме 75 тысяч улиток, то есть 300 килограммов икры Я могу делать хоть тонну в год, главное, чтобы люди привыкли к этому вкусу Цена привычки – 2000 евро за килограмм По стоимости с улиточной икрой не может конкурировать не самая дорогая черная белужья – 20 тысяч рублей за полкило Не уж тем более осетровая Ее теперь используют не по назначению Голливудские звезды увлеклись обертыванием из осетровой икры Особенно полюбилась икра Анджелине Джоли Наши знаменитости икрой не мажутся Зачем продукт переводить? Мое имя могло бы звучать Москва В ресторане, куда заходят президенты, сегодня презентуют самую дорогую в нашей стране икру В дегустации на миллион участвует солистка Виагры Ева В детстве ей доводилось подчивать икру плошками, поэтому именно она будет выбирать самую-самую Ела однажды икру, между прочим, с водкой Сначала ей подали привычную красную Потом черную Потом перешли на заморскую, которая знакома любителям суши Затем принесли дорогую кефалевую На вкус она вроде икры, извлеченной из вяленой воблы Мы бы ее ели с пивом, а итальянцы предпочитают с пастой С тружечкой И, наконец, вот он, гвоздь программы Эксклюзивная стопка икры Самой вкусной, по мнению Евы, оказалась дальневосточная икра морского ежа Японцы в сезон едят ее каждый день А у нас она подается в мелкой посуде и за очень большие деньги Икра морского ежа Не колючая Кость, ну понятно, когда мы разбирались с красной икрой, она открытая Тут легко отличить нормально от ненормальной Но покупатель-то у нас сталкивается с другой проблемой Заходит в магазин, видит вот эти баночки, пешки, шашки Да Вот здесь как понять, что из них можно, что нельзя Андрей Анатольевич Костя, давайте-ка сначала вы Вы все-таки, вот представьте, вы пришли в магазин Наверное, я бы первое старался посмотреть Я продавец Давай, покажите мне хорошую икру Нет Вы продавец Я продавец Я здесь только два дня работаю Мы считаем, что это отдел самообслуживания Вот так, продавца нет Да, ну Так, 0-1, 0-9, 10 Это у нас дата выпуска или дата... Выпуска Это дата посола, я бы сказал Если честно, я в магазин учебетка хожу Отличная новость Андрей Анатольевич, часто ходите? Я бываю регулярно в магазинах, но честно сказать, у меня такой профессиональный взгляд Я сразу иду в рыбный отдел и там смотрю А так у меня... Давайте начнем вот с этой банки Икра черная, натуральная Да Значит, прежде всего, первое Бомбаш это называется у профессионалов То есть сдутая крышка Вот этот вот звук характерный Потом Что необходимо уметь каждому покупателю? Прежде всего, нужно уметь читать и быть внимательными Потому что, если вот вы видите, да, черная икра Вот я, допустим, посмотрю, я понимаю, что она не черная То есть она крашеная Ну, я не знаю, видно ли это на камере Но, поверьте на слово, черная икра выглядит не так Мы ее с вами только что видим Потом Мы начинаем разворачивать банку и читаем Икра натуральная, не уступает по вкусу осетровой Мы думаем, ага Начинаем читать то, что написано очень мелко Читаем Состав икра Пиногора Это Баренцево море Город-герой Мурманск Вот там икра Пиногора производится К сожалению, из-за бомбажа икра некачественная Такую икру, любую Красную, черную, белую Там, где бомбаж Пиногора-то рыба такая Да, ее покупать нельзя Поэтому эту икру Ну, секундочку, если бы она была не бомбаж А просто нормальный пиногор Нормальная Нормальная, вполне Очень вкусная икра, очень редкая, кстати, сказать Про икру-передачу Вот, сейчас зрители видят вторую Затем Да, Костя уже начал говорить, да О том, что На банках указывается Изготовить время Когда она сделана Когда посолена икра Там, первая, девятая, десятая То есть, это первое сентября Прошлого года То есть, это сделано Это сделано Нет, нет, это нормально Это сделано во время путина То есть, из свежей икры Из рыбы, которая идет на нерезь, да Это первое Второе Скажите, а дата имеет какое-то значение? Конечно Если она в январе или в феврале Лучше не покупать Или все-таки Если она сделана в феврале Значит, эта икра была заморожена В ястыках И привезена туда, куда она раскатывалась А, то есть, лучше искать, чтобы даты изготавливались Июль, август, сентябрь, октябрь Потолок Все Потолок, это осеннее Это значит Это осеннее китайское соколение 11 января Значит, это не брак Это икра может быть заморожена просто Привезена, она будет хуже по качеству Уже по определению Это уже брак Но, 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 Костя Вот я вам говорил, да, коллеги Значит, надо уметь читать Вы берете и читаете Икра лососевых рыб И вот здесь вдруг появляется такое прилагательное Имитированное Что значит имитированное? Мы с вами опять разворачиваем и читаем Икра имитированная лососевых рыб Состав Вот то, на что никто почему-то не обращает внимания На самом деле, производитель скажет вам потом Ребята, я вас не обманывал Я все написал на банке Состав Мясо лосося Рыбный бульон Альгинат Натрия В скобках Экстрат бурых водорослей Растительное масло соль То есть это не икра То есть в этой икре икры нет? Нет, вообще Поэтому мы ее тоже отставляем Дети, посмотрите Такой брак Если икра не полезная Санечка, вот послушай, это важно Лучше просто не покупать Правильно Значит нам надо понять, какая полезная и покупать полезную Каждый покупатель должен знать элементарную вещь Лососи водятся у нас на Дальнем Востоке Следовательно, она должна быть раскатана на Сахалине, на Камчатке, в Хабаровском крае, в Магадане Раскатанное что значит? Раскатанное, то есть закатанное в банке Раскатанное значит закатанное Да Когда вы читаете Московскую область, город Фрязино Улица Электрозаводская, Пятый Сарай сбоку, да, ну самое время насторожиться Вот Солнечногорский район, поселок Андреевка Ну вот пожалуйста, да Камчатский деликатес написано на банке Ну в Солнечногорском, слушайте, ну не надо Вы как в воду глядели, Московская область, город Фрязино Я знаю просто, мы у нас, не у нас, а у Роспорядонадзора руки никак не дойдут Да, эта организация, и она может быть даже вкусной Но, надо понимать, что это икра не из свежей, приготовленной, не свежего сырья Она была заморожена, проведена через всю страну 10 тысяч километров И потом закручена в банке в Московскую область Сюда Поэтому надо смотреть на изготовителя Ага, вот пожалуйста, Сахалинская область, Корзаковский район, поселок Охотское Почему бы нет? Прямо на берегу Охотского моря Кстати сказать, город Фрязино, видите, распирает банку Значит, в ней идут какие-то процессы Вот видите, выгибается крышка Значит, еще неделя-другая, а может быть и два часа Начнется бомбаж То есть здесь какие-то микроорганизмы не полезны для здоровья Чем грозит такое? Убираем Ну, пищевым отравлением Давайте откроем Давайте откроем Андрей Анатольевич, а сколько должна стоить такая баночка? Иди сюда Банка икры красной Вот они назывались в СССР Аэрофлот Ну, у этой банка меньше, вообще в ней 140 грамм было Ну, вот в такой, допустим, да, баночке? Кость, подставь, Костя, посмотрим Сейчас производители идут на общение Они выпускают банку чуть меньше Покупателю тяжело определить на глаз 140 грамм она или 120, да? То есть никто никого не обманывает Вот эта банка традиционная 140 грамм Она не может стоить дешевле 210 рублей Не может То есть вот такая баночка в магазине дешевле, чем 210? А вот эта баночка, вот, Леш, видите, как вас легко обмануть? Обратите внимание, вот эта банка 140 грамм А эта внешняя, пока вы и так не сравнили, вы их не определите, да? Да А здесь в этой баночке меньше грамм Но эта икра высокого качества, сейчас мы увидим Могу ребенку? Конечно, конечно Эту икру сколько угодно Я посмотрела Будешь кушать? Ты просто не смотришь? Курочку будешь кушать? Соня, очень вкусный бутерброд И с чаем Замечательно Очень полезно Да, бутерброд с чаем Замечательно Так вот, посмотрите, да? А тут надо полезно превратиться Полезно Надо туда положить сливочного масла Ну, Илюш Не будем, Илюш, обманывать покупателей сливочным маслом Вот обратите внимание, хорошая консистенция, да? Нет воды Она, пожалуйста Она не езжает Это вторая ложка, но кто вам считает, как говорят в Одессе? Нет, ради бога, пожалуйста Мы еще можем обмануть баночку Андрей, на самом деле, это лучшая реклама О хорошей икре Вот тот аппетит, с которым чемпион мира по боксу Поедает эту икру Говорит о том, что икра высокого качества Рыбьи яйца Так на Руси называли икру И ели деликатес не по праздникам, а каждый день И даже не красную, черную Еще 200 лет назад в России под словом икра Как бы мы сейчас сказали По умолчанию всегда подразумевалась икра только ситровая Эту черную, сытную и калорийную рыбаки брали в дальние походы Легендарный Джеймс Кок, посетив поселение русских на Аляске, писал Икра, сбитая в массу вроде сухого пудинга, служит русским вместо хлеба А настоящего хлеба они имеют очень мало Им лишь лакомятся Черную икру варили в уксусе или маковом молоке Посыпали рубленной зеленью Подавали на стол с вином, водкой и хлебом Но это лакомство, как сказали бы сейчас, для среднего класса Знать и бояре смаковали золотистую щучью икорку Икра черная, красная На самом деле икра красная Имела шанс появиться на столе Ивана Грозного Примерно такой же, как икра баклажанная То есть никакого Да, заморская икра Баклажанная Сейчас вся красная икра приходит к нам с Тихого океана В то время этот путь занял бы не один год Поэтому в столице красную не ели А на Дальнем Востоке смесью из сушеной красной икры Белели дома вместо извести В 19 веке читателю, когда там какой-то поваренной книге Приходилось разъяснять, что это такое Тем временем в Центральной России крестьянам, если и перепадала икра Только черная паюсная, залитая концентрированным раствором соли Она хранилась долго и стоила недорого Как предмет роскоши икра стала расцениваться А именно ситровая икра Только уже при советской власти, при том в послевоенные годы В советском бесклассовом обществе икра постепенно становилась культовым продуктом Причем красная стала дешеветь, а черная дорожать До нас дошел миф о тогдашнем изобилии А что если банка икры стоит ползарплаты рабочего или служащего? Несколько бутербродов с красной придавали за столью особый шик По праздникам ее могли позволить себе инженеры и скромные служащие Дальневосточная кетовая икра Кто ее не знает? А вот чтобы достать баночку черной икры Нужны были хорошие связи В 60-е бутербродами с икрой кормили космонавтов Тогда же в СССР началась работа по созданию дешевой искусственной икры Ее придумал химик Александр Несмеянов Директор Московского института элемента органических соединений Это был фурор Я помню очень хорошо, когда я ехал в трамвае в институт Говорили, что ребята, вот здесь вот сделали Представляете, до чего нашла наша наука? Они сделали икру Новый продукт назвали «Искра» Аббревиатура от слов «Искусственная» и «Икра» Вот эта вот баночка, это был самый первый процесс Здесь написано «Московский желатиновый завод» То, что когда-то стало прорывом в науке Сейчас можно повторить на любой кухне Засыпаем желатин в холодную воду На литр мы реально должны добавить 50 грамм этого желатина Оставляем набухать В литре воды растворяем 100 граммов сухого молока Нагреваем желатин и смешиваем с молочным белком И капаем в холодное растительное масло Готовую икру выдерживали в смеси из перемолотых селедочных молок За годы рецепт приготовления имитированной икры изменился Сейчас производители варят концентрированный рыбный бульон В него добавляют порошок агар, экстракт морских водорослей, натуральные красители Потом солят, капсулируют и консервируют Все мы знаем, какими полезными свойствами обладает рыбный бульон Который находится в основе этого продукта Про ингредиенты, которые еще используются, допустим, вытяжки из морских водорослей Я могу сказать, что они обладают свойством выводить из организма человека токсины и шлаки Сегодня искусственная икра – закуска, доступная каждому Средняя цена – 80 рублей за баночку О вкусе и полезности аналоговой икры можно спорить Но вот зеленые точно должны оценить заслуги производителей имитированной черной Мы сохраняем популяцию осетров, потому что мы производим имитированную икру И как бы заботимся о сохранении окружающей среды Искусственной икрой партия планировала кормить народ Сами партийные бонзы предпочитали красную икру чавычи – тихоокеанского лосося И особый шик – бутерброд стендаль Черный икрой по красной В 90-е икра уже не дефицитный, но по-прежнему культовый продукт Стесняться богатства теперь не принято И настоящим символом времени становится плакат «Жизнь удалась» Дизайнера Андрея Лагвина Опять же черным по красному Когда жизнь удалась, такое не выразишь картины из шпрот или майонеза Как-то неубедительно Дизайнер Лангвин привык творить арт-объекты из подручных средств Сегодня и только для нас он восстановит свой икорный шедевр Замечали, бутерброд прибиваешь к стене – красный икрой И все, он мумифицируется полностью Итак, нам понадобится Столик с прозрачной поверхностью 500 граммов красный и 300 черный Но сначала вся икра должна пройти кастинг Ай, черное золото Она должна быть в меру клейкой и в меру рассыпчатой Надпись наносится через трафарет Обратите внимание, мы не ставим восклицательный знак в конце фразы И так уже на пределе эмоций Куда что-то ставить на маку? Смотрите через несколько минут Как подоить морского лежа И может ли ментай спасти от радиации Опасная икра Выход есть Костя, вот в начале программы вы заявляли, что разбираетесь в икре Пожалуйста, разберитесь В середине программы я думал, что еще немножко узнал Сейчас вообще ничего не понимаю Хотя постараемся, да? Хотя со сценарием был знаком Очень часто люблю делать от обратного, да? А, логично С печенью, насколько я понимаю, вместе С печенью? С печенью вместе, да Нет? Да? Сазан Сазан Ну, вот видите Ну, ладно Первая ошибка С печенью С печенью Сейчас можно ошибиться И я не все знаю Но должна быть вкусная, кстати Кстати, Алексей Хочу вам рассказать одну любопытную историю Знаете ли вы Нет, нет, экрана палача Ручку рушаем Знаете ли вы о том Спасибо Что русские понятия не имели о том, что такое черная икра До тех пор, пока Иван Грозный не взял Астрахань Это первое, да? И мы ее делать не могли Вот такой икры у нас не было У нас была икра размазня Не умели пробивать Делали так, как примерно Костя на обе То есть сплошняком делали икру А пробивать это что значит? Это пробивать, это чтобы она такая была землистая Такая грохоткая специальная А, значит, вот эта каша делала кругляшка Да, да, да И еще сто лет, после того, как русские узнали икру Она в виде каши такой выглядела, черной Еще сто лет после этого, еще Уже в 16 веке Самой ценной икрой считалась белая икра На Руси Балтус, щука и так далее Кстати, если вы попробуете Щуча была дороже черной? Да Но это было 450 лет назад Щука Щука, щука, конечно Попробуйте, очень вкусная икра Вот именно ее красят И подделывают под черную Пищевой краской Именно щучу Но она похожа по размеру Икра очень вкусная А вот это, кстати, между прочим Это икра ментая Ты сам себя буду проверять Ментай, все правильно Щука Это икра ментая, кстати Костя, вот попробуй Ты никогда не пробовал, не будешь, икра ментая Нет Все красная, черная Нет, ну вкусная икра, действительно Это, Леша, очень хороший разговор О том, что в стране очень много видов икры Вы просто привыкли Черная икра и красная То есть, получается, вот эта щучая Икра ментая Она с точки зрения пользы, полезности Ничуть не уступает Не уступает? Нет, абсолютно Ну по вкусовым качествам Вот вы попробовали черную Вы пробовали красную И сейчас пробуете белую икру Икру ментая Но что, вы скажете, что это хуже, чем красная икра? Она другая У нее может быть более Ее больше можно съесть Ну может быть и так Тоже интересный такой момент А что у нас по соотношению цена-качество получается оптимальным? По оптимальным? Ну, наверное Ну, во-первых, красная икра, она все-таки доступна, мне кажется Да, 200 рублей баночка может себе позволить Ну, даже пенсионеры, наверное, могут купить баночку икры Люди более обеспеченные могут позволить себе это Раз в неделю есть, да? А что касается белой икры, она значительно дешевле Вот эта черная Естественно, которую мы делали Это тоже черная Причем Обратите внимание, да? Вот стерлядь А это осетр Чернее икра И чуть-чуть крупнее икринки И перебивают А у белуги еще более крупные икринки И она такого серо-жемчужного цвета Самая дорогая икра Нашу еще вода Самая красивая Да, кстати Если помешать их Перемешать Можно сделать Делают Допустим, когда делают икру осетровых рыб Могут смешать осетра с севрюгой и шипом, допустим Есть тоже такая рыба Можно сделать Андрей Анатольевич Но опять специалист сразу определит А вы сами какую больше всего любите? Больше всего щучью Вот эту Если честно, да Очень вкусная икра, на мой взгляд Очень люблю икру ментая Красную икру ем только свежую То есть приготовлено сразу Первый раз сегодня То есть есть о чем подумать после передачи? Да Как-то пересмотреть, может быть, свои воззрения гастрономически Сидит, как говорится, Константин со списком Просто реже будешь кушать на перчерную Немножко реже красную И осталось опять тоже щучью Да, кстати Еще хочу сказать Это щучье? Еще хочу сказать, коллеги Очень важно заметить Многие люди просто не знают, что такая икра существует Она практически не фальсифицируется Понимаете? Подделывают то, что популярно Ну как в лекарствах, так же и в икре Подделывают черную икру, подделывают красную Поэтому когда вы придете в магазин Допустим, вы увидите банку щучьей икры Вы можете быть уверены на 99-99% Что-то нормальная, хорошая икра Да, никто не подделывает Хочу обратить внимание, что все это разнообразие это икра рыб А еще есть икра Икра ежа И сейчас мы просим нашего гостя подоить ежа Как подоить морского ежа? Может ли ментай спасти от радиации? Опасная игра Выход есть Смотрите через несколько минут И сейчас мы просим нашего гостя подоить ежа Вы знаете, я не буду этого делать Не хочу убивать животных в кадре Он живой, что ли? Да, конечно Это наши с Дальнего Востока привезенные Еще вчера плавали в Тихом океане Это вот то, чем богат наш Дальний Восток Леш, плавали, конечно, это сильно сказано для ежа Еж это сидячий объект, но тем не менее Делается он так Я просто покажу, не буду делать Делается свежий еж Вот так он вскрывается ножом Открывается, как крышечка И там находится икра Икра морского ежа Она, что называется, на любителя Это вещь достаточно специфичная по вкусу Она не белого цвета, она такого желтовато-коричневого цвета Но в двух морских ежах находится запас йода Необходимый вашему организму на месяц То есть если есть проблема с йодом Два, все Да, то есть он на месяц проблему с йодом закрыл Итак, мы узнали сегодня, что даже у ежей Есть икра Поэтому берите ручку и записывайте Все советы, которые вы можете получить в нашей программе Как правильно выбрать икру И какую икру стоит есть А какую лучше избегать Икра не роскошь, а средство употребления Чтобы употребить для пользы тела Надо выбирать сознанием дело Первое Хорошая красная весовая икра не должна быть жидкой Если икринки плавают, значит икра размороженная Если икринки ссоклись, тоже плохо Икринки должны лежать отдельно Обращайте внимание на цвет Икра не может быть коричневой Она должна быть разного цвета, красного цвета, разных оттенков Смотрите внимательно Вот так выглядит качественная икра Вот так просроченная А так искусственная красная На вид она похожа на пластмассу Второе Если вы покупаете икру в банках Смотрите на место производства Желательно, чтобы это был Дальний Восток Например, Камчатка или Сахалин Когда вы читаете Московская область, город Фрязино Самое время насторожиться Обратите внимание на дату Лучше выбрать июль, август или сентябрь Именно в это время рыба идет на нерест Потолок, октябрь потолок Если на крышке зима или весна Икра не брак Просто ее заморозили Потом разморозили и закатали в банки Вкус, увы, не тот И, конечно же, берегитесь бомбажа Вот этот вот звук характер И помните о цене Хорошая красная икра Не может стоить меньше 210 рублей За обычную банку Весом 140 граммов И главное, не гонитесь за красный и черный Ведь это маркетинг возвел их в культ Любая другая икра Ничуть не хуже Ешьте икру минтая, как японцы Или щучью, как глава Росрыболовства Итак, по соотношению цена-качество А в данном случае цена-пользы Победила икра щуки Как и обещал, эту икру я даю своим детям Ешьте себе на здоровье Ну, как хочешь Нашим же гостям я тоже выручаю По баночке щучьей икры Чудом она завалялась у меня в кармане Нам же на память Остаются эти несколько тазиков Черной и красной икры Придется поедать На сегодня я прощаюсь с вами До встречи Редактор субтитров А.Семкин